Как делишки, ребятишки, с вами стал Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем начинать нашу новую рубрику Импровизация в Майнкрафте Да-да-да, ребята, всем привет, всем привет Ой-ой, не стоит, не стоит, не стоит Да, Жека, объясните, пожалуйста Да, ребята, в общем-то, в этой рубрике у нас будет по две сценки у каждого, в которых мы должны будем как-то симпровизировать и оправдаться, чтобы, собственно, не выставить себя дурачком Да, ребят, больше мы объяснять ничего не будем, вы сами сейчас все прекрасно увидите, но что мы хотим вам точно сказать, это ставьте огромный пальцы вверх прямо сейчас на вот это видос, если хотите бить новую серию импровизации, как можно скорее, давайте наберем, ну, сколько? 15, 15 тысяч лайков, и тогда выходит новая серия, да? Да-да-да-да, на двух видосах, поэтому, ребята, посмотрим, понравится ли вам эта рубрика, надеемся, что да, и вы поставите лайк, а мы потопали, Жека, да? Потопали, потопали Ну вот мы потопали и возвращаемся обратно, да, Эдисон? Ребят, мы передумали куда-то топать, мы просто с Жекой вернулись, да, ну шо, Жекой? В общем, Эдисон, пошли на твою первую сценку Подожди, подожди, Жека, ты идешь ко мне, я иду к тебе, ты ко мне, и я к тебе, да? Вот-вот, прям вот так вот И что самое главное, ребята, вы и тот, кого эта сценка будет решать, смог ли я оправдаться или смогу Жека оправдаться Ну, короче, мы это вам еще объясним, поэтому давай, Жека, сначала потопали, потопали Даааа, я, кстати, не знаю, что там у Эдисона, поэтому для меня это тоже будет здорово Мы сами не знаем, да Ну, в общем, ребята, сейчас я Жеке загадываю сценку Я ему уже построил эту комнату И знаешь, Жека, что ты будешь, от чего ты будешь сейчас оправдываться? От чего? Вот ты сидел за компьютером, да? И к тебе в комнату зашел батя И он застукал... Батя? Батя, не мама, а батя И он застукал тебя за тем самым делом Когда ты в руке держал своего петушка Понятно Ну, пойдем И тебе надо объяснить, почему, зачем и вообще Как так в твоей жизни вот такая печальная ситуация произошла, понимаешь? И вот сейчас, ребята, как раз-таки начинается импровизация, где Жека должен будет оправдаться Давай, Жека, заходи В общем, батя Батя, тут такое дело Просто, понимаешь, у меня такой гигант Просто, понимаешь, у меня аж штаны рвутся от него гиганта Мне посоветовали просто его туда-сюда делать Чтобы он поменьше становился Все В смысле, поменьше? Да ты его наоборот, растягиваешь, сынок Ты не очень батя своего Батя и не такими делами занимался А ну покажи Батя, батя, батя Ну ты же не доктор, понимаешь? Я ходил к доктору, у меня массажист там прописал По 500 раз в день Тут и сюда, тут и сюда Да, как и... Нет, это неправда Сын, ты мне врешь Какие 500 раз в день? Он бы у тебя отвалился бы уже давно Да, это я образно говоря 500 раз в день На самом деле 50 Но это тоже нормально, нормально И это образно, наверное, 50 И 50 раз тоже отвалится Ты знаешь, нет, ладно, хорошо Есть еще один вот Такое вот одно оправдание, да? Что я, зачем это делаю? Просто понимаешь, у нас стены Вот мне не нравится красный цвет, понимаешь? И почему ты своего дружка дуду рукаешь? Каждый день Вот мне не нравится красный цвет И я его... У нас денег нету, красный нету Я поливаю Белым поливаю Ты дурак, какие белые поливаешь? Это мой дом Я тебе эту хату дал В смысле ты белым поливаешь? Какого хрена? Батя, извини, пожалуйста Но я не могу с красными стенами жить Я хочу... Сын, ты вообще охренел? Какие белые? Поэтому по 50 раз поливаю в день Туда и суда и понимаешь? Тут как бы... А если тебе ремнем сейчас нахреначу? Батя, не надо, пожалуйста, понимаешь? А ты тут стены портишь? Ты понимаешь? Я тиком купил за 100 кусков А ты там свое вот это смотришь, да? Как это называется вообще? Я ничего не смотрю, батя Я как бы сам Вот я просто... Я это делаю только на что, чтобы стены покрасить, понимаешь? У тебя же денег нету Я же тебя просил покрасить Вот я сам решил заняться этим Ты на стены? Ты вообще из-за чего-то выросил ненормального какого-то... Как сын Да что тебе не нравится, батя? Ты подожди на стены Ты любишь белые стены Так я тебя нахрен в психушку сейчас отправлю Там только белые стены Ну, батя, ну... Не надо так, пожалуйста Я хотел просто белые стены Мне просто нравится Они сочетаются гармонично А сходятся вот с самолетиками Вот на полу А при чем тут надо дурукать на стены? Я что-то не могу понять Я тебе говорю, бабосов нету Понимаешь, бабосов нету Поэтому я решил поливать Вот белым Так меня же попросил Я бы твой батя Я бы покрасил бы Ты придурок, а? Бать, давай вместе Бать, давай доставай Доставай свой агрегат И будем вместе Какие вместе? Какие вместе? Вместе мы сейчас тебя в психушку пойдем отведем Пошли Все, пошли Пошли в психушку Дебила кусок Стены ему Стены ему надо покрасить С ума сошел вообще, Жека Честное слово Ой Я даже не знаю, что-то горит Мне кажется, в жизни бы такая ситуация никогда бы во мне не встретилась, честно Ты бы мог как-то оправдаться, типа, по-нормалю Тут надо оправдаться, как в жизни Кто в жизни скажет то, что ты дурукай, чтобы стены покрасить Ты вообще с ума сошел, Жека А может делать сейчас? Не-не-не-не Ну я лично не верю, Жеки Поэтому, ребята, вы также можете написать в комментарии Смог ли оправдаться, Жека или нет? Жека, это не жизненная ситуация Ну хорошо, сейчас посмотрим, может реально вот так сложно Эдисон, хорошо Короче, Эдисон У тебя свидание за своей девушкой Которого у меня нету Да, поэтому девушкой буду я Вот, Эдисон Ну ты так вспотел Так вспотел жутко Что у тебя просто, понимаешь, через кофту Через штаны ты весь потный Жеки, я даже сейчас потный У меня 40 градусов закнул Да, заходи, заходи Так Привет, Женечка Привет, Женечка Ждала меня? Ждала? Я пришел А почему ты весь потный? Не обращай внимания Ну как бы Жарко на улице Жарко Вот я вспотел Ну а что поделать, что поделать Организм у меня такой плохой Ты не обращай внимания Ну ты, конечно, и противный Я с такими противными не буду встречаться Да, нет, нет, нет Ну в смысле не будешь встречаться Ну я как бы смогу побыться В этом нет причины Нет вообще никакой проблемы Вот, вот Вот я смогу тут помыться Что проблема? Ой, какой ты противный В аквариуме вместе с рыбами Будешь мыться, а? Как ты так-то, понимаешь? Что через штаны Да, ну ну что поделать Ну а что поделать, Женечка Приехала и вашу конченную Россию Понимаете? У меня сейчас там 40 градусов тепла А у вас тут сколько? Плюс 20 И мне так жарко То, что с ума можешь сойти Что-то я не живой Женечка, Женечка Ну у меня просто организм немного другой Понимаешь, Женечка? Я исправлюсь, честно Да, я исправлюсь, Женечка Ну ты вообще, по-моему, как-то Ты меня не любишь Ты как бы понимаешь Да в смысле? Не люблю, Женечка На свидание пришел потный Понимаешь? В лучшем ресторане Москвы Так какая разница потами Если я тебя обеспечиваю Каждый день Ну да, я там снять в порядок не могу Тебя воняет на километр В смысле воняет? А, ну хорошо Тогда давай возвращай мне Мою бэху, которую я тебе подарил Так что, Женечка Уходи, уходи Да все Какие у тебя? Не хочу Ты любил все моей жизни Нет, нет Прикольно было свидание Я пошла Я до колена свяжу Женечка, я до колена стану Женечка, нет Прошу, моля Не надо Я руки твои Прошу, Женечка Вернись Я помоюсь Обещаю С мылом Женечка Пожалуйста Ну вернись Женечка Вернись Женечка Вставай Вставай Привези мне ручник, пожалуйста Или туалетную бумагу Я Облей Облей меня Облей Я помою Женечка Я рад тебя помоюсь Даже вино Сейчас Помоем тебя Сейчас Помоем Давай Давай Подушек Вставай Вставай Айфон В кармане Дура Тупая Восьмой Ну ладно Эдисон Ну ты как-то знаешь Оправдался Ну такое Ну типа Ты не оправдался Я плотный Вот потный И все Ну я оправдался Ну хорошо Давай Я Не я буду это решать это первая серия поэтому еще сами волнуемся мы не знаем что делать более это небольшой эксперимент ребят если понравится мы будем продолжать давай у нас уже у нас уже такая небольшая идея с электро шокерами да только в реальной жизни вот мой дом везде на раскидал свои салфетки после неприятного самом деле хорошо после этого после того как батя на тебя наорал вот просто так грубо понимаешь наорал на тебя ты пошел в школу и вот страха обосрался посередине класса и при чем не как бы тоже приходит учитель физики не математику не физику все не так поняли это на самом деле новая мода такая посередине класса какая вода вы не понимаете это правда старый понимаете вы не понимаете вот все ходят в таких штанах которые опущены такие ну ну матня называется да 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 вот у меня в этой матке я просто напихал туда искусственные какашки какие искусственные какашки ты навалил как будто бык какой-то говна посередине я специально поел чтобы вот потом навалить от специальные вкусные какашки можете даже попробовать с твоей заднице вкусные вкусные какашки можете не пробовать это просто новая мода какашки как бы нормальная тема просто не понимаете новая мода гадит свои штаны вот если я сейчас на гаджет у меня вообще посадят или не знаю так может вас и посадят у меня аж не сайт видите хожу тут трясу своими какашками нормально то есть ты насрал посередине класса да а если мы сейчас директору пойдем навонял тут придурок не директору давайте мы не будем я щас вообще родители нафиг вызову дуб вызывайте ну покакать решили смысли покакать посередине класса придурка кусок покакать какие покакать а это вот это мои какашки конечно вот и посередине класса собирать давай обратно свою матню давай забирай да я просто это сейчас соберу подождите понимаете просто дело в чем дядя физик да у меня просто болею понимаете у меня поносное недержание понимаете объелся я ну вот там мусорка вот задний партный мусор все нормально в следующий раз хотя бы туда средний посередине за шваброй там сходи пой помолкать помолкать я бы я вот именно как хочу когда у вас классе не знаю почему но смотрю на ваш класс и как поэтому нахрен своего класса выгоняю все иди отсюда двери нету дядя на насрать смог двери тоже сможешь найти придурок чтоб завтра с родителями школу чернявский вернитесь обратно вернитесь с родителями в школу завтра а вообще лучше вообще не проходите на мой урок два за семестр придурки ходят тут в эту школу нихрена не учатся вообще ничего не умеют только посередине класса чернявский вернитесь сюда чернявский я вас вижу я вот зачем вы там прячетесь чернявский вернитесь сюда я пришел вам не стыдно чернявский так вам не стыдно вам не стыдно господин физик как вы понимаете у меня поносное недержание это болезнь так и более так сиди дома и не приходи иди там к доктору лечи свою задницу свой геморрой там что я уже вылечился а я пришел вот увидел ваш класс сразу обосрался ну так иди опять в больницу полежи там две недельки а потом приди чернявский подожди подожди где-то а вот туда ты сидишь вот тут ты сидишь да подожди молот молоко огурцы сыр на весь класс потому что молоко с огурцами жрешь да вот ты сожрал да и обосрался да из-за этого держание чернявский нельзя так больше нельзя понимаешь за шваброй давай сейчас мыть все будет валить в туалете но любом случае завтра за родителями с родителями завтра в школу будем собирать на ремонт класса и паркета обосрал тут все в щели все затекло вот это понос свой с родителями завтра придурок короче не совпадем а ну пойдем 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 сейчас моя очередь можно заходить можно ситуация такая как бы я толстая бобенцы просто толстая девушка а ты ко мне подошел и сказал а вы шо беременны что ли а я не толстая бобенцы как бы я это сильно я могу тебя отфигачить за это поэтому тебя не обзывал толстый год я на самом деле хочу вас мотивировать заняться собой нельзя быть чтобы чтобы не обижались я приведу пример хорошо вот смотрите у меня есть друг до евгений чернявский называется он таким жирным был таким жирным таким жирным что совсем даже не жирным был а вы его знаете так просто мельком как-то видели а я его каждый день видел он такой жирный был но все пацан сумел и взялся за себя за за свое тело и похудел знаете как с помощью меня ты меня назвал жирухой да да я не назвал тебя жирухой ничего такое не было нет 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 я вообще другое имел на самом деле вы меня запутали смотрите смотрите вы такая красивая да такая красивая то что я сказал что что вы беременны потому что любой мужик хотел бы с вами за тютю вы такая красивая что любой мужик выбрал жены взял вот поэтому я сказал вы беременна я думал у вас какой-то потому что вы очень красивая очень красивая понимаете просто я я просто вас увидел сразу вот а вдруг она беременная вот я не смогу к ней подкатить вот к вам еще кто-то так подкатывал как я это просто неудачный подкатная просто в школе пикапа там дебил меня обучает вот а я к вам подкатила так необычно вот так подкатил я к вам подкатил ну ладно хорошо 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 мне приятно приятно давай вместе загорать давай 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 я просто я просто давай давай я прям на тебя да не 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 я все я на самом деле я люблю пухленьких да поэтому ложись давай а чё правду скрывать а ну хорошо понятно вот так вот на правду короче ребята мне кажется проиграл вот чё проиграл жируха худеть тебе надо проиграть а чё ты сидишь вообще дома вот займись за собаками но и каждый день то что толстая то толстая жрешь по 10 раз в день ты где жруха ты еще и меня скажем понимаете то есть ладно мой персонаж жруха да а он еще Евгения с чернявским жрухой все понятно не серьезно тебя обиделся а чё ты меня обиделся ну как бы ты просто фитоняшка да просто был пример чё ты обижаешься а я обиделся да не надо уже не надо я обиделась а ты обиделся держи свои короны платье пухленькая моя не обижайся ребят давайте поставить чтоб Жека не обижался если вы хотите продолжение это напоминаем была такая небольшая экспериментательная серия пилотная пилотная серия да где мы еще точно не знали как мы будем продолжать эту рубрику но все же есть выходить продолжение то ставьте огромный потерь а что ты не сидишь ты у меня на сцене танцуешь ты меня хорошо преклоняйся передо мной раб давай потом посмотришь ребята не забывайте так же писать комментарии понравилось вам или нет пишите кто из нас победил кто оправдался кто выиграл кто проиграл а я под бурный аплодисмент а я тоже это спасибо спасибо всем спасибо всем спасибо всем спасибо всем спасибо спасибо какая-то новая дистанция ты куда будешь ну хорошо возвращай вторую серию записать пошли обратно как делишки ребятивые да да спасибо 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 до свидания